Компания X3FY с недавних пор официально пришла на рынок Украины, с чем я ее поздравляю. В этом видео я расскажу вам о ее последней новинке, мышке M42, а также поделюсь информацией об опыте использования, расскажу о всех ее характеристиках и особенностях. Ну а начнем мы по традиции со стоимости. Обычно для поиска самой выгодной цены я использую Е-каталог, чего таки и вам советую. С приходом официалов цена на устройства компании резко стабилизировалась, и сейчас разбег по магазинам всего лишь 600 гривен. Цена колеблется от 1959 гривен, 70 долларов или 5200 рублей, и до 2639 гривен, 94 долларов или 7000 рублей. А игровую поверхность X3FY GP4 можно приобрести от 965 гривен, 35 долларов или 2590 рублей, до 1599 гривен, 57 долларов и 4200 рублей. А для всех тех, кто не хочет рисковать своими деньгами и покупать в новом неизвестном магазине, я оставлю ссылку на официального дистрибьютора X3FY в Украине. Ссылка будет в описании под видео. Мышь поставляется в фирменной картонной коробке с изображением героя нашего обзора. Такую, кстати, не стыдно и на подарок лучшему другу презентовать, даже без лишней обертки. Внутри все аккуратно собрано, каждая деталь на своем месте. Собственно, встречает нас сама М42 и пара фирменных кейкапов. Также в комплекте поставки имеется техническая документация, стикер с лого компании, который дает плюс 10 точностей, если наклеить его на комп, и дополнительные тефлоновые накладки, которые можно заменить после износа опорных площадок, установленных по заводу. А вишенка на торте – сменная панель, которая крепится при помощи магнитов и пары креплений. Сходу заменить какую-то разницу между предустановленной и дополнительной панелью трудно. Но после замены становится понятно, что это не просто вариант про запас, а конкретная опция для более комфортного хвата. И на этом пункте у меня одни эмоции. Несмотря на классическую форму и поднадоевшие перфорации, эта мышка стала для меня абсолютно новым и неповторимым опытом. Весь корпус, за исключением кнопок и частей, где находятся глайды, изрешечен аккуратными перфорациями. С одной стороны, это вариант снижения массы, а с другой – это отличное дизайнерское решение, которое придется по душе любому энтузиасту. Вариантов расцветок 5. Черный, белый, розовый, голубой под названием Miami Blue и такой, как у меня называется, ретро. Кабель здесь фирменный, носит название X-Trify EasyCord. Он несъемный, длинный, в тканевой оплетке в цвет корпуса и очень-очень гибкий, поэтому в повседневном использовании совсем не мешает. Кнопок всего 6, но выполнены они на высшем уровне. Клики четкие, есть небольшие углубления для комфортного положения пальцев, боковые кнопки на нужном месте, большой палец сложится на них интуитивно. На нижней поверхности мыши имеется еще пара кнопок, которые отвечают за смену CPI и частоты опроса сенсора. Ну и, собственно, сам сенсор. Но есть здесь и пара минусов. Очевидно, что мышь, несмотря на свою симметричную форму, подходит только правшам, и самое главное, это ее раздражающее, посвистывающее колесико. Сейчас все сами услышите. Я не знаю, из-за чего эти скрипы, но факт неприятный. Возможно, это проблемы лишь моего образца. Ну и какая игровая мышь может обойтись без RGB? Компания X3FY подошла к этому вопросу с особой щепетильностью, поэтому большую часть корпуса опоясывает яркая подсветка, которая смотрится особенно круто именно с корпусом в многочисленных перфорациях. Что не понравилось, так это отдельная кнопка для управления цветами. Я понимаю, что это некая особенность, но выделять под это целую кнопку? В общем, решение на любителя. Лично я бы дал возможность переназначать данную кнопку под личные нужды, так как переключать цвет каждый день мне не приходилось. Имхо. И, конечно же, отдельная фишка – это подсветка лого на плате. Посмотрите, как круто это выглядит. Обычно мы не уделяем этому параметру много внимания, но в данном случае иначе не получится. Первое, о чем стоит упомянуть – вес. Всего 59 грамм. Это так легко, что после MX Master MX42 просто не ощущается. Хорошо это или плохо – каждый решит для себя. Но хочется отметить, что многочасовые зарубы в шутерах прошли на ура. Без переутомлений запястья. Длина мыши – 118 мм. Ширина – от 57 до 63 мм. Высота около колесика – 22 мм. В пике – 38 мм. А в зависимости от используемой панели, спинка высотой от 33,8 до 35,8 мм. Внутри установлены переключатели от Amron с ресурсом в 20 млн нажатий. Не самый топ, но и назвать их шлаком язык не поворачивается, особенно учитывая стоимость девайса. Клик четкий, отсечки средние, а громкость нажатия оценивайте сами. В дополнительных кнопках, кстати, тоже стоят весьма достойные компоненты от Huana с ресурсом в 5 млн срабатываний, поэтому долговечность компонентов на высоком уровне. О пищащем ходе колесика я уже говорил, но его форма и ход мне понравились. Кроме того, оно плотно усажено в корпус и совершенно не люфтит. X3Fi M42 оснащена сенсором PixArt PMV3389 в паре с 32-битным микроконтроллером ARM. Согласно спецификациям, он способен обеспечить до 16000 CPI, а также максимальную скорость отслеживания 450 IPS, что составляет 11,43 мс. По умолчанию доступны 8 предустановленных шагов CPI 400, 800, 1200, 1600, 3200, 4000, 7200 и 16000, каждый из которых подсвечивается определенным цветом. Частота опроса сенсора колеблется в пределах от 125 до 1000 Гц, поэтому все ваши движения, даже самые резкие, мышь отработает как положено. Ускорение на уровне 50G позволяет двигаться курсору, очень резво при резких движениях рукой и точно синхронизироваться с происходящим на экране. Высоту отрыва регулировать нельзя, она и так невысокая на уровне одного DVD. А вот чего нет, так это фирменные утилиты с тонкими настройками, что не так удобно, но по сути из коробки мышь работает как положено. Помимо отличных тефлоновых ножек, для хорошей работы мыши необходима качественная игровая поверхность. И таких есть у X3FY. Во-первых, коврик GP4 отлично сбалансирован, поэтому мышка по нему скользит легко и при этом оставляет полный контроль над ней. Во-вторых, X3FY создали коврики, которые бы по дизайну подходили под каждую из расцветок М42. Шведский художник Ким Берхузен. Ким Берхузен. Ким Берхузен. Так, это фамилия. В общем, этот художник превратил различные цветовые решения X3FY Project 4 в абстрактное искусство. У нас коврик Cloud White, который должен напоминать о моментах, когда вы смотрите на облака и различаете там разные объекты. Но идеально подошел бы сюда, конечно, абстракт-ретро. Но маемо, шо маемо. Ах да, габариты коврика составляют 460 на 400 на 4 миллиметра. Он прошит по краям для повышенной прочности, а с обратной стороны прорезинен. Также его можно стирать в машинке при 30 градусах. В общем, мышь, как по мне, получилась отличная. За счет съемного элемента можно подстроить подъем для улучшения эргономики. Она легкая, хотя это нравится не всем. С топовым точным сенсором, красивой подсветкой и правильным кабелем. Единственное, что мне не подходит, так это габариты. Для моей руки нужно что-то побольше. Так что все, у кого большие руки, имейте это в виду. Вот такой обзор получился на новинку от Extrify. Это была мышь M42. Если вам понравилось это видео, не забывайте поддерживать наше видео лайком, подпиской, комментарием, а также колокольчиком, чтобы не пропускать новые видео. С вами, как всегда, был Артем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok